Всем выходцам из Средней Азии, в том числе и казахам, в России указывают на дверь. На этом плакате из Москвы флаг Казахстана стоит первым. То есть казахов первыми просят на выход. Не любят в России и мусульман, в том числе и своих коренных из Северного Кавказа. Недавняя операция рашистского спецназа с унижением мусульман была встречена на ура многими россиянами. От лица моей семьи выражаю искреннюю поддержку и благодарность спецподразделению ГРОМ за их слаженную и профессиональную работу. Мы русские, с нами Бог. Работайте, братья! Хотим поддержать бойцовское спецподразделение ГРОМ, хотим выразить слова поддержки. Братья, народ с вами, работайте, братья! Парни из отряда ГРОМ, спасибо вам огромное за работу. Не обращайте ни на кого внимания. Работайте дальше. Слова поддержки спецподразделению ГРОМ. Хочется сказать слова поддержки ребятам, что народ с вами. Спасибо за проделанную работу. Работайте, братья, победа будет за нами. От спецназа ГРОМ, город Котельники. Огромное вам спасибо, мужики, за то, что вы выполняете свою работу. Мы русские, с нами Бог. Братья, мы с вами, спецназ УТЭ. Свою благодарность, слова поддержки нашим братишкам, товарищам с отряда специального значения ГРОМ. Как сказал слова героя России, работайте, братья! Вот так массово россияне поддерживают спецназ, устроивший погром в молильной комнате под Москвой. По официальным данным, за 2022 год в России работают более 12 миллионов трудовых мигрантов. В основном это выходцы из стран Центральной Азии, узбеки, таджики и кыргызы. Еще примерно 15 миллионов человек, проживающих в России, считаются этническими мусульманами. Это представители коренных народов России, из Северного Кавказа и по Волжье. Как в России относятся к своим мусульманам, рассказывает Магомед Исмаилов. Известный боец ММА из Дагестана. Несмотря на то, что мы подняли руки вверх и не оказывали сопротивления, нас били. Потом положили на пол, порвали мне связку, моему брату, прямо на моих глазах. Вот прямо передо мной засовывали в карманы. Запал от гранаты, патроны, его посадили. Я со своей связкой мучился, не было возможности у меня прооперировать ногу. Сегодня люди в масках забегают в мечеть, в обуви, проверят документы. Вот я раньше не мог понять, почему люди в масках вообще бегают у нас в стране. Это получается бандиты в масках. То есть они делают, что хотят. Неправомерные действия могут себе позволить, и им за это ничего не будет. Ладно, окей, они просто исполнители. А кто заказчик тогда получается? Самый главный бандит заказчик. Исполнитель или заказчик, разницы нету. Оба одинаковые бандиты. Спрятали лица и делают, что они хотят. Получается, у нас в стране бегают бандиты в масках. В интернете вы можете найти тысячи видео с нападениями на мусульман и азиатов в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. На мусульман и азиатов устраивают облавы силовики. Людей отлавливают как животных. Сажают в тюрьмы и спецприемники. Если ко всему этому добавить, что и к коренным народам Сибири и Дальнего Востока в России тоже относятся очень плохо, спрашивается, что же в понимании россиян нацизм? Почему Украину, где нет никаких российских проявлений, они называют нацистским государством, когда сами на государственном уровне проводят откровенно нацистскую политику? Россияне, вы не то государство называете нацистским. Когда атакуют Крымский мост в России, это почему-то называют терактом. А когда российские войска бомбят мирные украинские города, они это называют борьбой с нацизмом. Россияне, не там вы ищете нацистов. Настоящие нацисты сидят в Кремле. Вам бы туда направить свою ненависть и свои усилия. Поверьте, сразу бы всем полегчало. В первую очередь, полегчало бы вам самим. И зарплаты бы у вас повысились, и уровень жизни бы поднялся.